Чуть не сгорели. Днём в Юрьевпольском загорелся частный двухэтажный дом. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали пожарных. Первые подразделения были на месте трагедии уже спустя пять минут. К этому времени огонь целиком охватил деревянный дом. Полностью справиться с пожаром удалось спустя два часа. Находившиеся внутри здания во время трагедии семья, двое мужчин и женщина с тяжёлыми ожогами доставлены в районную больницу. Причины пожара устанавливаются. Параллелизовало движение. На выезде из Владимира в сторону Юрьевпольского произошла крупная авария. Около часа дня водитель большегруза не справился с управлением и врезался в движущийся в том же направлении автомобиль Сузуки, который, в свою очередь, вылетел навстречу, где совершил лобовое столкновение с Рено Дастер. К счастью, все участники ДТП остались живы. На участке аварии моментально образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Разгромили соперника. Футболисты Владимирского торпеда сыграли второй контрольный матч в рамках подготовки к первенству России. Соперниками чёрно-белых стал Нижегородский Горький. Первый мяч ворота противника торпедовцы забили практически в начале встречи, а к перерыву вели уже 4-1. Во втором тайме у чёрно-белых играла преимущественно молодёжь. Она не подвела. Матч закончился со счётом 6-2. Игры первенства России по футболу возобновятся 7 апреля. Первый матч торпеда сыграет на домашней арене против футбольного клуба «Луки Энергия». Регистрация на полумарафон открыта. Массовый забег спортсменов запланирован только на 8 сентября. Но атлетам уже предлагают планировать своё участие. Владимирский полумарафон приобрёл особый статус и получил название «Золотые ворота». Организаторы планируют, что в этом году на дистанции выйдут более 2000 человек. Но для участия в забегах спортсмен должен предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст, а также оригинал или копию медсправки с подписью и печатью врача. Зарегистрироваться на полумарафон можно на официальном сайте мероприятия.